Застройщик, так сказать, скрыл, он знал, что в песочнице есть песок. У нас Юит вешает незаконную рекламу. Близко до центра города. И, к сожалению, Юит не занимается управлением дома, он занимается здесь получением денег. Я вам скажу, что вот это вообще неправильно. За счет того, что они, в принципе, не могут дешевле работать, потому что у них есть финские акционеры, которые хотят кушать. Труба идет с нижнего этажа. Буквой Г, буквой П идет сюда. Да, это самый короткий путь. Ну, нет, я все-таки рассчитываю покупки дома. Я буду здесь стоять, пока вы не пустите. Я не скажу, что меня вот это количество квартир, вот меня лично напрягает. Ну, здесь неплохо. У нас нет их проблем. У нас свои там есть. Друзья, добрый день. Меня зовут Андрей Артемов. Я эксперт по недвижимости. Через некоторое время после выхода моего ролика про жилой комплекс Георг Ландрин со мной связали жители этого комплекса и сказали, что готовы рассказать и показать все нюансы своего жилого комплекса. Давайте вместе посмотрим, что рассказали и показали жители Георг Ландрин. Добрый день. Я Валерий. Я владелец квартиры в данном комплексе. Комплекс Георг Ландрин. На который вы уже делали обзор. Вы пробовали жить в 19-метровой студии? Вот сейчас сюда приехав, не очень положительное мнение. Я ее увидел. Самые лучшие видовые характеристики. А я камеру как раз выключил. Хотел включить освещение. Механическая вентиляция. Много чего говорят. Здесь, когда мы копали, карамельками пахло. Сладким местечком. Я пока еще не живу. Люди, которые уже живут, они обзор уже смотрели. У них возникли некоторые вопросы к нему. Мы уже видели, какие есть большие входные группы, как они парадно оформлены, куда вас специально водили. В данном комплексе есть комплекс Фаберже. Корпус называется. Такой, ну как его позиционируют, он такой видовой. Парадная, весьма-весьма скудных размеров. Нету того объема, нету винтовых лестниц, которые обвиваются вокруг лифта. Должна, может быть, была бы консьержная или какая-то колясочная, но пока, к сожалению, она такой не является. Ну, в принципе, у меня претензий здесь особого нету. По рендерам это, в принципе, похоже на то, что нам обещали. Вот вопрос звоночков. Вот это. Это дизайнерская отделка. Трехкомнатная квартира. Квартира сама хорошая. То есть она выбиралась. Таких квартир в комплексе, ну, немного. Ну, давайте, я думаю, не стоит говорить, потому что сейчас в любом случае цены совсем другие. То есть можно говорить, что когда-то там квартиры строились совсем дешево. Основные замечания у нас были касательно стеклопакетов. Так, значит, на стеклопакетах не отнята пленка, отсутствуют капельники, нужна регулировка балконной двери. По балкону, значит, отсутствует ответная часть. Средние створки. Данное замечание они устраняли, наверное, там, очень долго, несколько месяцев. То есть они сказали, как бы, квартира, когда уже по замечаниям все замечания устранены, мы еще раз встречались. И вот с этой проблемой они очень долго не могли справиться. Наверное, месяца 3-4 они это исправляли. Мы договорились, что мы хорошо квартиру принимаем с условием, то, что они должны это исправить. Хорошо, они обещания выполнили, все-таки потом исправили. Значит, мы с вами остановились на том, что основная проблема с окнами. Что еще там по списку? Что нашли? Это у нас все по окнам. А кроме окнам, по стенам, по коммуникациям. Это более существенно. У нас криво установлен радиатор в данной комнате. Но они, в принципе, не смогли ничего сделать. Меня, в принципе, это устроило. То есть так сильно мне в глаза не бросается. Вот, например, по окнам. Да, вот я вижу, они на пластину установлены. Это правильно, потому что очень многие просто их просверливают. Это не очень хорошо. Параизоляционная мембрана. Промазано, слушайте, неплохо. Надеюсь, что вот на этом. Ну, на самом деле, так и есть. Уплотнитель, конечно. Но его просто надо поменять самим. К сожалению, по этому остеклению всего нашего комплекса, это, конечно, беда. Это обычное холодное стекление. Нет, проблема в том, что оно течет. Разумеется, сюда можно поставить какую-то мебель. Но, естественно, если здесь будет вода стоять, никому это не понравится. Застройщик, он не отказывается, что это косяк. Да, действительно, что в этом есть проблема, что он выезжает, пытается герметизировать. Но пока это у него не получается. Для любых окон есть ГОСТ, СНИП и техусловия. Жители не просто так жалуются, что влага попадает в их балконы, так как в нормативах нигде не написано о том, что влага может попадать. Но бывает так, что окна монтируют по техусловиям от оконного завода. И тут возможно попадание влаги. Могу полагать, что влага может попадать через оконные проемы из-за неплотного прилегания рамы и уплотнителя. А также влага может проникать в полость профиля и через неплотные соединения проникать в балкон. Герметизируя стыки примыкания оконных конструкций внутри балкона, проблему полностью не решит, так как влага может собираться и скапливаться в пустоте профиля. Тут я могу полагать, что проблема в некачественной герметизации, возможно отсутствие отлива, капельника в верхней части оконного блока или некачественной установки. Лично я при холодном остеклении лучше балконов не обращаю внимания на попадание влаги в помещение. Но, друзья, еще раз повторю, это неправильно. Некоторые жалуются, конечно, на качество этого фасада, но пока у меня, видите, все нормально, поэтому я не буду говорить. Вот, что проблема. Вот здесь щель. И вот здесь, если обратить внимание. Да, здесь щель. Это щели, они не очень хорошие. Их тут нет. Это возможность попадения влаги в вату. Смотрите, здесь разный идет материал. У него разные технологические свойства. А разное идет напряжение. Если сделают, вот прямо ровно бы замазали, то это был бы косяк, здесь была бы постоянно трещина. С этим ничего не сделаешь. Вот это, я считаю, сделано правильно. Бедовая комната с алюминиевым уже остеклением. То есть здесь такой эркер. Так, это что такое, я не буду. Это на батарею. Это да, это. От упаковки оставили. Да, от упаковки. Значит, тут проблема была. То есть по тепловизору здесь продувалось. Ну, договорились, что в любом случае мне, видите, здесь надо будет как-то переделывать примыкание подоконника. Поэтому здесь надо просто вот это будет снять. О, вот здесь дует. Вот руку сюда поставьте. Вот здесь дует почему-то конкретно. Это косяк. Поэтому она там надо немножко получше сделать, чтобы поддувания не было. При ремонте вот эта накладка снимается, поэтому там надо будет обратить внимание, чтобы... То есть это вы сами будете исправлять? Или застройщик? Ну, конечно, потому что тут иначе подоконник даже не поставить. Тут ванна. Ну, в принципе, такого размера достаточно, наверное, будет. У ванна, да, но то, что к соседям по загребень, я вот не знаю, что за ним. Понятно, что там не по загребень. Там может быть такая же стенка, а может быть еще что-то. Это, конечно, для шумоизоляции не супер. Противопожарное кольцо есть. Вентиляция. Ну, да, кстати, по поводу вентиляции, вы сказали, ну, вы сказали, что, в принципе, это ожидаете, что это такое наиболее правильное решение там в новых домах. Ну, честно говоря, все, кто живут, к сожалению, она у нас должным образом не работает. Понимаете, многие вообще, когда получают квартиру, они ожидают, что вот у них кухня, они смогут повесить там вытяжку и подключить ее к вентиляции. Здесь запрещено этого делать, то есть ни в коем случае нельзя вытяжку, подключать напрямую к вентиляции, иначе, соответственно, нарушается весь баланс. У вас здесь еще одна лоджия и с видом как раз и во двор. Да, класс. В принципе, за счет детского садика хорошее расстояние между соседним домом, но, к сожалению, надо отметить, что по комплексу это далеко не так. То есть у некоторых окна реально выходят в окна соседей. Здесь я не соглашусь с Валерием, что прямое расстояние до соседнего дома на достаточном комфортном удалении. Мы сейчас находимся здесь. Вот здесь особенно очень сильно текло. Вот здесь. Откуда текло, покажите? Вот оттуда. То есть протекание было. Обязался, вот это было где-то в начале зимы, когда еще было тепло, что оно странит. Ну вот пойдут дожди, посмотрим, могло или нет. Смотрите, дом-то у вас теплый. У вас здесь газоблок 30-ка, утеплитель. По своей квартире могу сказать, да, действительно, дом, ну вот квартира сама по себе теплая. То есть, хотя у людей, у кого угловая квартира, вот я так понимаю, не у вас, но в вашем корпусе есть угловые квартиры, в Третьякове. Очень жаловались, что очень холодно. В промблоке существуют проблемы с отоплением, но они тоже решаемы на стадии эксплуатации. Застройщик не очень хорошо установил окна с большими зазорами. Не всегда делает так хорошо пароизоляцию. Вот. Из-за этого у многих в квартирах довольно-таки низкая температура, плюс проблемы с настроек батареи. То есть, как бы, много у кого батареи просто не дотапливают. Конкретно у меня в квартире во время морозов температура опускалась до 16 градусов. Вообще, касательно электрики, здесь довольно-таки большие сложности, качество тоже не очень. Можно как-то это показать, например, на монтаже коробки уровня потенциала. Да-да-да. Здесь использовались обжимные наконечники, и обжим происходил, собственно говоря, с затягиванием шурупа, что не допускается. Слушайте, нет, я на самом деле смотрел электрический проект, у них здесь этот вывод, разумевается, под умыванием. Под зеркало. Под зеркало, да? Для зеркал. Поэтому здесь он так, в принципе, должен был быть. Ну вот я просто заказываю не документацию по электрике. То есть, дали быстро предоставили? Ну, не то, что быстро, но удастся предоставили. Правда, пришлось подождать, понервничать, то есть, ну, они принесли. Снимать, снимать, снимать... Ну, запрашивал при приемке квартиры. А, то есть, они, да? Ну да. То есть, они там поискали, поискали, но все-таки нашли, показали. Снимать, конечно, запретили. Да ладно. Что за детский сад запретили снимать? Ну, это у них, видите, интеллектуальная собственность. Самые дешевые автоматы. Ну, они зато все одного производителя и все подписывали. Дверь будете менять или нет от застройщика? Нет. Нормальная, да? Меня устраивает. А что вот по этим трубам? Многие там читали, что там жалуются на эти трубы, что идет вода сверху, подводка, вентиляция сверху, что-то надо закрывать. Ну, это, к сожалению, что имеем, то имеем. Надо будет закрывать. Ну, вы как к этому относитесь сами? Ну, я же говорю о том, что, в принципе, для меня вот наличие вот вентиляционных шахт, ну, я себе так это представлял, что так и будет. Сейчас закрома Родины покажется. Нет, не закрома, значит, то, что было сделано в первом блоке, то, что сделали нам горизонтальную разводку тепловых труб, за что, как бы, спасибо, что не вертикальное. Ну, вообще, по-нормальному это должно было быть в коридоре, а не в квартире, это точно. Ну, я так считаю, что вот этот шкаф, это здесь, в прихожей, это лишний. Кстати, в проекте у вас вот это высчитано из общего метража или нет? Потому что обычно бытые приходят, они меряют вот на этом уровне. Не знаю, я не замерял, поэтому не могу сказать. В общем объеме это не смертельно. Не так все радужно, как вам рисовал застройщик. Там, например, в Третьяковье, я так понимаю, там сколько, а всем квартир на этаже? 10. 10. Ну, 10 это уже существенно, да. Ну, да. А лифтов сколько? Это не до 3. Лифтов там сколько? 2-3? 2. 2, но это мало. Это 20 квартир. Это мало. Ну, вот. Поэтому никак не 2-3 квартиры на этаже. То есть надо смотреть, конечно. Ну, когда приобретаешь квартиру, смотреть не только свою квартиру, а смотреть вообще их количество на площадке, какое количество лифтов. Вы сказали, что у вас основные претензии, как вот вы выходите за квартиру. Давайте вот про них. Что? Сейчас я думаю о том, что выйдем на улицу. А, нет, надо пойти по лестнице. По лестнице, пойдемте. Да, просто застройщик позиционировал здесь вот такая отделка и на лестнице тоже. И это тоже неприятный момент, который я видел. Очень, не знаю, как там раскировал. То есть он вам обещал, что отделка, как и на лестничных, квартирных? Вам не было ничего, что отделка будет такая же. Такая же. Ну, здесь обычная штукатурка-карает, окрашенная краской. Все-таки тут уже есть какая-никакая управляющая компания. То есть что-то там они пытаются. Слушайте, что, кстати, у вас с платежами? Потому что я посмотрел, тариф, конечно, у вас такой, конский, я скажу. Без отопления, без воды. Ну, вот, просто без сканализации. Где-то зимой, ну, где-то тысяча восемь. С отоплением получается. Это без отопления. Во двор без машин, но машина у нас здесь паркуется. Ну, потому что у нас охрана никак не реагирует на эти машины. То есть они говорят, что мы ничего сделать не можем. Люди имеют на это полное право. Но, опять же, люди покупали как двор без машин. Мы смотрели на этот макет, который вы рассматривали. То есть там, где и двор зашит. А у вас там папочки нет этого фотографии макета? Рендеры их. Ну, мы уже пройти, ящипа. Давайте. А где вот сразу у меня вот здесь урны должны быть хотя бы там кто-то курильщики выйдут покурить. Очень такое малость какая-то. Понимаю, боремся за здоровый образ жизни, поэтому не курим. А, ну, это правильно. Я вообще против курения. Давайте посмотрим. Значит, вот у нас фотография нашего детского сада. Ну, здесь смотрите. Это получается вот так. Нет. Это вот мы должны за угол завернуть. Пойдемте за угол. То есть... Попробуем сравнить. Вот это забирайте, да. Так, мы пришли с вами вот на эту точку. Давайте смотрите. Вот он получается. Это вот так. Да. Они специально забор не рисуют. Кому-то бы это создавалось такой объем. Объем, да. Да, но, к сожалению... Ну, я здесь вижу только отличия по цвету. Основного цвета, да. Отличия есть по цвету. Здесь он такой более коричневый. Ну, либо принтер так напечатал. А так, в принципе, все остальное. Ну, да. Сам забор. Ну, трубы они там не нарисовали, которые вот здесь есть. Отличается. Идет отличие. Ну, забора нет. Ну, это... Ну, детский сад без забора не может быть. Это все-таки все понятно, но можно было, как бы, раз это все-таки закрытая зона, сделать какую-то более-менее... Здравствуйте. Здравствуйте. Ругаете или хвалите? Ругаем, ругаем. А вы хвалите или ругаете? Как вам здесь? Все, нам хорошо. Мы вообще не понимаем каких-то проблем. У нас нет их проблем. У нас свои там есть. Правильно. Хотелось бы, конечно, чтобы забор был более-менее, более приятный. В данном случае... А прятуюсь как? Он сделан как-то очень похабно. Так, я помню, что писали в комментариях о том, что не очень все жильцы довольны тем, что через, получается, их, который якобы должен был быть закрытый двор, то есть, получается, я понимаю, вот этот забор должен был идти вот туда дальше прямо, да? Да. Застройщик, так сказать, скрыл, он знал, что так и будет. Но он, так сказать, он открыл от вас. Я так понимаю, в любом случае не может быть вход в детский сад через закрытый двор. Вот у нас детская площадка. Но скудная. Она очень хорошая, но скудная. Хорошая? Ну, а здесь ничего плохого я не вижу. У меня, кстати, есть фотография, это как они, как они, наверное, хотели видеть, то, что они хотели видеть. Или хотели вам это показать? Нет, хотели видеть, а сделали то, что было подешевле. Так. А, это, кстати, нет, это вот как раз... Это детский сад. Это детский сад, понятно. Это территория детского сада, это все за забором. Да. Так, нет, значит, это еще одна картинка. Давайте, давайте. Ну вот, мы сейчас находимся как раз в нужном ракурсе. Ну, слушайте, не очень, конечно, похоже, потому что вот этого нет. Да. То есть здесь совсем по-другому они сделали. Входная, входная дверь, она где-то вот здесь должна намного... Нет, вот входная дверь. Нет, это вот одна входная дверь, это вот, а здесь еще вот она двери. Это мне дверь, я не вижу. Это, я так понимаю, коммерческое помещение. Нет, нет, вот люди зашли, это обычный подъезд. Да, да. Да, это обычный подъезд, я вижу. Но я его вижу вот здесь. Так она как раз-таки и есть. Вот, вот этот, ой, вот этот окна, вот, и какая здесь вход? Здесь так оно и есть. Раз, два. ну ну да здесь на раму шток на я не вижу ну да спорить не буду но немножко отличается на проблема в том что здесь деревья их нет вот здесь я вижу ауди смотрите они как сделали ну здесь я не вижу кустов я здесь не вижу лавочек деревьев я здесь не ну вот они есть да но здесь их разную нарисовано больше то есть освещение то освещение не то ну да здесь партина видовы покрытия другого цвета ну вот есть да здесь видно вот ну такое ощущение что вот это я бы наверное тоже подумал что все-таки не детского садика а это для жителей получается да я вас понимаю что вот это закрыли сейчас забором и соответственно понятно что 10 машины будут сейчас по факту мы с вами обратили внимание на площадку для отдыха взрослого населения и вот второе место общего пользования где можно что-то сделать при этом я все-таки бы обратил внимание о том что если будем сравнивать там с другими жилыми комплексами все-таки сейчас застройщики стараются более интересные детские площадки ну а здесь получилось все очень так по-советски просто это у нас третьяков седьмая парадная написано ну не знаю как вам но мне назвать это парадное тяжело ухты слышите звук я понимаю да ну это конечно ну так это вот это что у нас комфорт бизнес класс как позиционирует застройщик правда честно но по деньгам конечно они вот этот второй блок он был дешевле но в целом на самом деле парадная нормально но смотрится очень красиво вот мы поднимаемся по ступенькам у нас в руках ребенок и коляска да 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 именно все для сделанного мобильности граждан по рендерам мы предполагали что лестница вот это будет выглядеть так как вот который мы сейчас покажем то есть тоже той же отделкой да то есть выглядит так же приятно как вот это ну здесь мы видим такую же отделку как и мы смотрели там только здесь и большие окна там я таких окон не помню большой а здесь что здесь вам обещали чтобы тут как вот здесь мы сейчас а вот у нас получается мы вот там зашли его 10 то есть он так и практически сквозная получается немножко нужно пройти по коридору и вы планировали что так как это будет второй вход то здесь будет хотя бы первый этаж он будет в такой же уже стиле какие-то входная группа со стороны детского садика я правильно понимаю вышли чуть раньше на 11 этаже сказали что здесь не бизнес здесь эконом так значит сколько здесь у нас квартир я не скажу что мне вот это количество квартиру от меня лично напрягает здесь я только отмечу что мне не нравятся вот эти недорогие совсем недорогие решение звонков я бы это сделал все-таки по-другому сами двери широкие я бы не менял бы то есть он так смотрится хорошо не но согласитесь это не две-три квартиры как сказали детьми конечно здесь их на самом деле вы пар конечно квартир очень много девушка тоже жалуются на окна то потом застройщик посмотрит он знаю и здесь получено он знает да о господи так свет здесь нет здесь а тут вообще не предусмотрено освещение дайте они не установили тут вот провода есть да слушай ну да здесь конечно очень темно страшновато я думал что нужно еще куда-то дальше пройти вот встретили девушку она осетует на то что постоянно подает заявки управляющий компанией уют и реакция друзья 0 да вы исправьтесь особенно финцы финские акционеры если там финцы там у них все рука они когда позиционирует себя именно так что у них есть финцы финские акционеры поэтому у них должно быть порядок любит сервис слушать я посмотрю в документах то вы что про акционеров еще раз начали когда у нас было собрание жильцов перед заселением и там с ю это ю это та компания которую нам обслуживает ваш но застройщика ее так сказать выбрал ну потому что естественно о том что никакого совета дома еще не было к тому моменту но и сейчас еще по такого разговора об этом идут ну вот и позиционировать в том что это очень хорошая компания сам застройщик говорил о том что это одна из немногих компаний которая может взяться обслуживать этот дом и решать проблемы жильцов но вот они конечно сказали о том что у нас будут соответствующие тарифы но нет не самый дешевый по городу но за счет чего потому что у них есть пенсии финские акционеры которые которые хотят кушать которым которым тоже нужно получать к я подыша не зарабатывает бабло он здесь на нас и ведут свою финляндию и там живут хорошо да про финских акционеров нам было сказано поэтому мы поняли о том что на что мы тратим свои деньги охрана есть то что они надо она не надо ходит но к сожалению вот как с автомобилистами ничего сделать не могут то есть как я к ним обращался они говорят то есть охрана вас такая слабенькая нет освещение тогда это минус 12 этаж здесь замечательная история с вот этим вентиляция тут опять же как бы просто нет света никакого это здесь по каким-то причинам 0 градусов зимой то есть что-то не так настроено что кстати вот чувствуется что здесь так про здесь как холодильник то есть можно бесплатно хранить продукты главное чтобы сосединить мысли здесь коллектор то хорошо сделан то есть вообще претензии сделано неплохо у этого решения есть большой недостаток что вот этот метраж трубы которые на эту квартиру он всегда требуют прогонки прогонять сколько сколько нужно ждать по времени неприятно того чтобы расстроиться с утра сюда здесь во-первых есть свет это мне уже больше нравится это специфика этажа это специфика этажа одно да здесь два а это класс сушки но это на самом деле это вот единственный право вот он здесь конечно это трындец другого нет все это происходит с пропустительства управляющей компании вообще вообще должны да за это потому что они вот смысл но это кошмар конечно к вообще не должен быть классический коллекторный узел принципе как бы редуктора на редукторах пластиковые заглушки текут установлены конкретно в нашем доме не очень хорошие краны и вот это или вот этот элемент тоже течет ну созидал от видно они уже здесь поменяли вот они кстати не утверждает себя зато можно их разглядеть что-то не точно поменяли ну да вот он вот он бог то есть проблема керамзита бетонного блока 200 в том что он не держит 200 и всего ну да он же внутрь это пустотелый если бы он был бы целиковый то такого конечно не было и вот это интересно вот это что у нас просто провода на светильник здесь наверняка коробка вот поэтому здесь темно но вот еще кстати интересный момент у них какая-то ошибка была с пожаркой они вывели ее сначала суда а потом передел переделали да и не на всех этажах тоже самое интересное что не занимается это освещение на самом элитном этаже вид конечно так а пальчика наверх интересному что там еще и на крышу попали закрыто реализована вертикальная разводка стыков отопления это вот здесь да и застройщик тут на самом деле фантазии подошел к реализации некоторых проблем сейчас красивая картинка только бы не бою найти как они сыграли трубами так я вот так вот если я буду не прав у меня поправить то есть труба идет с нижнего этажа и буквой г буквой п идет сюда да здесь это фотография жилого комплекса георг в андре скажешь третий третий куб сушить и здесь вот сюда кстати отлично встанет картина и здесь большой сделать прямоугольный квадратный вырез под розетку где 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 вижу да да я понимаю что здесь просачивалась вода да вот вот следы вот 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 здесь хорошо видно что вот она отходит бугур уже появился да то есть то есть немножко но было я могу сказать по своей квартире 37 метров 12 200 фасад красиво смотрится фасад был изумителен до тех пор пока они не появились вот окна люди меняют я вижу вот видно поменяли таких моментов будет являться все больше и будет то что мы платим деньги ю это за содержание фасадов у них отдельная статья они должны делать постоянные осмотры и должны делать уведомление о том что сушь его там открытый пойдем сюда там сломаны они а это сломано то есть мы можем сейчас пройти пойдемте я что вот в этом не был поломали уже сколько три недели до сушки а какой-то как их так согнуть тут слосы прошли машины здесь проблема в чем из-за того что автоматика настроена каким-то очень специфическим образом автомобиль когда двигался на него не сработал автоматик а дверь подержите пожалуйста спасибо отлично вот вот так мы заходим велкам и соответственно зажало юит-сервис очищайте карнизы своих балконов и окуны отливы от налития падение льда в масло где дома ну это плане энергоэффективности а все вот вижу да ну как то обычно намного ярче ну да я вижу да но это скорее всего не потрескалась это сюда просто тяжелый предмет уронить строительство не застройщик лет сплит с плиткой они приходят уже я полагаю что это все таки не застройщик и нефтовая компания ну да да я понимаю про что это строители которые просто сюда поставили что-то тяжелое такого нету не ну человек захотел поменять вот он захотел но как-то меняю много проблем не слишком красивая дверь а то есть из-за столько шумоизоляция поменяли дверь ну то тоже здесь здравствуйте качество как от застройщика оцениваете ну здесь неплохо пятибалльной шкале какую отметку поставить 5 поставил смотрели полы стяжку стены стены не очень но зато стяжка ровная пойдем пойдемте пойдемте пока давайте она вас тогда микрофон повешу что было слышно вы не против и вот пойдем друзья нам сейчас иван покажет то что вам никогда не скажет не покажет застройщик вот смотрите что творится на балконе ну вот видно протечка да все пока это вот да то что он вольно все и это и на этом и на том балконе цели вот еще обратите внимание когда будете делать застройщика счет видно что отходит бросил бросил установочный профиль то есть как бы здесь здесь вопрос даже не то что отходит а то есть вот это вот эта история вот эту историю тоже нужно гигнетизировать потому что да это не прилегает здесь вопрос в том что вот это просто установочный профиль ну вот здесь вот краски следы но здесь а все это это да для окна это да нужно делать хорошую изоляцию вот если вспомните как кстати вы как строитель скажите вот это так правильно на холодном остекление или нет я вам скажу что вот это вообще неправильно тут хотя бы нужно двойное остекление хотя бы а так металл антонистик его естественно зимой и вот привод промерзания будет постоянно вода красавица им никак еще вдобавались горы сейчас минутку со сниму панораму смотрите как красиво панорама да красиво так что еще потом сделаны батареи последний этаж на наверх не выведены стояки и и последний этаж вот этой батареи она постоянно завоздушивает ну да есть воздушник а подожди а здесь его нету нету никаких воздушников а это уже последний ваш престиж можно сюда я закончил сюда самим поставить воздушник да да можем поставить настройку батареи да нет здесь воздух постоянно весь воздух потому что все снова весь вода поднимается в нем постоянно холодно постоянно слива это воздух страиваем приходишь холодно воздух строил все так что что здесь не так балла балконы это ужасно вот это остекленение на балконах это надо менять ну вот вот эти вот он же газоблок посмотрите ну а конденсат слушайте ну да здесь такой приличный но здесь видите конденсат из-за того что здесь штукатурит очень много выходит влаги поэтому здесь и будет вот вот это конечно не очень приятно еще до того как штукатурили все это было а то есть еще довольна осушите и вот здесь вот были нут не очень удобно браться рукой то есть хоть открывается не очень удобно браться ох где даже кукурузины видно вот в этом раньше когда ну вот делались на лестницах были куда кондиционеры а ну вы имеете ввиду места под кондиционеры да можно здесь вообще вот в этом именно это вылетит в тех кто есть это только тоже нету выходишь на балкон на балконе не нигде нет но получается один сад будет капать на голову кому-то приточная вентиляция должна быть для того чтобы кондиционер работал нету ни одной решетки на балконе ну да хотя бы вот в этом месте урочка неудобно согласитесь но могли бы открывание сделать ну-ка что еще из особенностей покажите а вот видно что во штукатуре ну тут вообще все ровненько это уже сами но я вижу да что это не застройщик там видно по слою так прилично он во сколько ротбанда ротбан то ушло очень много но ни одну палету на квартир но вот видно да вот он получает слой от застройщика вот в этом причем кстати вы не это смотрю делали минимальный слой экономили материал а так если посмотрите вот сколько внизу да вот идет все ниже 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 его практически нет и начинаешь подниматься тут опа то есть стенка получается вот так было завалено справа входной группе кстати вот здесь у нас находится открыто бумажки вот что вот поэтому скажите их мало или нормальное количество от застройщика очень мало очень мало вот я тоже самое об этом сказал их мало как розетка на розетке одна группа должна быть а здесь две этих самых на одной группе ну это неправильно мы выключаем свет например у нас газ нет свет и здесь и там и там получается и там не работают а здесь делаешь это где так делают хрущевка и так делали нет у меня не так конечно у меня все сделал я бы я удивился освещение одной квартиры до комнатной квартиры у меня например свет выключить этом розеточная группа это 11 освещение тоже на при если я выключаю освещение то у меня он про включается в одной комнате на кухне она у меня рабочие все по зонам разделен прихожие тоже один у меня вот у меня в однокомнатной квартире больше автоматов чем здесь в разы больше вода комбинатной квартире от застройщика его я вообще ничего не делал мне все от застройщика у меня даже стены я с ними очень чем дело там их не нужно было вообще переделывать вот так строит каждое я удивил должна она это да и вот как разве на себя группа так освещено можем дальше пройти тоже посмотреть что здесь ну понятно неровные стенки мы уже с вами увидели он сейчас как раз по ух ты слушайте круто делаете на сетку они просто здесь конечно вот классно то что большие окна практически в пол до получается и внизу не сэндвич панель его стекла а здесь такое ощущение что потолок почему-то повыше это называется высокие 270 274 потолки вот он делал он может сказать но так какой перепад по высоте потолка было по уровню до сантиметра ну вот нормально допуске но вопрос насчет вот вентиляции это вообще кошмар пришлось пас ней опускать вот здесь потолок на 250 и глубине и труд железные трубы по квартире ну как это может у меня в квартире тоже такая же механическая вентиляция но у меня это сделан уже от застройщика короб идет то есть уровень потолка у меня не опускается есть если хочешь конечно что все ровно было закрыто тогда придется до опускаться привлечь вот да да вот у меня то же самое было вот так зато вентиляция хорошо работать я например вот за это не жилье чем за классику когда там нифига не тянет и вот здесь этим я тоже вот смотрите я смотрю это у нас по загребневые плиты да да они сколько там арсенул сантиметров 10 на максимум бывает 8 а за ней что там а из другой то же самое да а за ним получается также поза загребнивая изначально стены были по загребень слой утеплителя потом поменяли на керамзиты бетон и по загребень просто так быстрее проще мокирует чем с утеплителем не очень удачное решение ну что вот например вот здесь вот стены с подъездами сделали просто из керамзиты бетона здесь все слышно ну и дызы давайте да я ничего не слышу нет слышно когда ходят это сейчас окна еще открыто ну и за это нужно это сам а вдобавок вот чтобы дверь от застройщика до верить застройщик слышимость было например да или на сигнализацию я хочу поставить квартиру дону мне нужно мне нужно поставить вторую дверь если мы закрываем эту дверь подожди для чего мне вторую дверь поставить а для звукоизоляция понимаю но я сюда не поставить потому что потому что ручка да потому что ручка до масс места малом сама стенка сколько на 20 метров до лучше добавить но этого мало до могли добавить не то есть сигнализацию ставить то датчики вот сюда ставится зачем-то реальность это самое не принимают на сигнализации они без второй двери они принимают и старая дверь обязательно замком должно потому что эту открыли и пока борются со второй дверью не успевают приезжать а если они сломаются за дверь слышно да но сейчас будет тишина то будет лучше слышно но но нужно прислушиваться потому что здесь шум идет потому что идет сейчас мы что мы говорим вот это косяк да может быть конечно не однозначно потому что здесь меньше нет но у меня дверь например входная от застройщика и мне когда ребенок свой глазок и говорит кто там я его не слышали ты че молчишь а я не слышу так то вообще двери от застройщика ну что тут внутри в лучшем случае это минвата но тут еще надо к вот она да 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 вот но минвата почему хороший звукоизолятор у еще и плохая минвата ну естественно том что дорогой поставит здесь должна быть вы хотели сказать самая недорогая здесь плотность должна у минвата быть чтобы звукоизоляция была здесь просто минвата напихали уж уж и все да теперь вот касательно вопросом сколько двери двери меняет вон дверь заменена я вижу да эту эту дверь пока еще не поменяли но я думаю что собственник захочет менять будет менять нет она менять не будет она вторую дверь у нас у нас у нас есть знакомый сосед который тоже не хотел менять сделал ремонт пожил и поменял лучше поменять сейчас ну естественно при ремонте потому что потом это проблематичнее ясно спасибо вам большое он поснимается с меня тут спасибо ливневка идет ливневка нет ну правильно чтобы трубы не было его закрыли так смотрится то лучше нежели чем ну лучше по мне чем труба торчит нет вообще и вот если например знаете это положить руку на сердце то есть лифтовой холл нормально мне не устраивает одно что для того чтобы вызвать вот этот лифт например манки я его не могу или грузовые я вот нажимаю и какой приедет я честно не знаю и они если рова извините бизнес-класс где информация о том на каком этаже лифт но это как обычно делали типа мусоропровод но его не сделали и здесь по-нормальному конечно надо ну вид конечно вот я здесь когда снимал дата еще было холодно сейчас конечно покрасивее да да потому что парк потому что железка когда покупалась квартира естественно о том что первое на что обращаешь внимание о том что местоположение где где покупать и тут как раз вот к этому месту то что вот она это локальная застройка что здесь это не вот какой-то там пустырь который будет застраивать наберутся за большой за большой какой-то объект обычно после это там получается муравейник да можно посмотреть как этот притяжение вот этот новый лесснер а здесь в принципе но сейчас вторая очередь будет построена ну и больше подразвития тут уже ничего нету скажу свою историю покупки дома я насмотрелся рендеров нравилось очень понравилось очень понравилось то что больше всего понравилось огромное количество пространства место общего пользования можно делать все что хочешь детский сад просто покупал нет забора кажется что это все твое кажется что такой наконец-таки будет уютный двор классный а по факту приезжаешь и просто этот зеленый забор и я считаю что он неуместный неуместный цвет забора неуместные неуместная конфигурация хотя бы чуть пониже по высоте уже бы уже бы по крайней мере хотелось бы там гулять проблема я помню если бы его сделали скажем более таким проницаем то есть смотрелось бы эта территория немножко поуютнее да но здесь даже не проницаемости дело как бы он просто сам по себе не эстетичный да то есть как бы вот я вот я считаю что цвет неуместный вот этот зеленый цвет несмотря на то что есть элементы на фасаде детского сада ну он неуместный неконструктив потому что даже если другим цветом было бы все равно территория защищенная территория под камерами как бы требований такого высокого забора насколько мне известно нет почему он такой высокий как бы ну такой риторический вопрос там не хочется проводить время до основная проблема там не погулять с собакой там не пройти просто там ну на данный момент там негде там вообще в принципе в первом где мы были там вот эти две лавочки для взрослых но это ни о чем то есть там вообще плевок в лицо вот эти две лавочки если честно их поставили настолько поздно что уже после сдачи ну не то что после сдачи а после сдачи месяцев через семь деревья не досадили то есть нет мест вот я могу привести банау да банау на новочакасской вы попадаете в закрытый двор и идут во дворе хочется проводить время вот не хочется никуда ходить там заказал доставку и все это живешь автономно от города а там у застройщика концепция совсем другая да не обманывать вот концепция банала и основная концепция банала который существует не обманывать специфика русского застройщика специфика еще чего-то с точки зрения сравнивания двух домов я могу точно сказать потому что я рассматривал оба варианта выбор выбрал этот вариант как бы но здесь покупает место для молодого человека которому нужно постоянно быть в городе прыгнул до метро 700 метров 15 минут ты на восстание это это на самом деле очень поражает даже несмотря на то что я жил в центре 15 минут на метро это всегда комфорт это всегда тепло тел на автобус доехал до петроградки по выделенной полосе покупает как бы вот в ту сторону непонятно что делать непонятно что делать с пробками на светлановский непонятно что ну то есть здесь не проехать в этом плане есть как бы но и да и как бы есть электричка есть электричка опять же можно поехать хоть до стартовал и хоть до зеленогорска там не знаю много хороших мест да то есть это на самом деле тоже мобильность этого места очень поразительную исполнение застройщика да и основная проблема в том какой бренд выстраивать застройщик застройщик строит одним днем завтра он строить не будет это определенно но новых проектов у него нет предыдущая компания которая вот абсолют строй сервис уже все ну то есть непонятная история вот у них есть здесь бизнес-центр который они очень хотят продать я думаю что с ним тоже как бы могут быть какие-то сложности в связи с тем как они вообще строят по качеству ну надеюсь что будет все хорошо надеюсь то что все вот эти недостатки которые существуют сейчас они будут исправлены да есть еще одна проблема про которую обязательно нужно поговорить это проблема вентиляции вот эта механическая вентиляция это для всех это не то что для нашего дома это не вопрос к застройщику ну лично мое мнение что по вентиляции к застройщику вопросов практически нет есть один единственный вопрос автоматизации этой вентиляции потому что есть сложности в первом блоке что при отключении электричества отключается вентиляция вентиляция пока не включит управляющая компания пройдет немного времени а вентиляция не работает а жить как-то надо. Сейчас начинается серьезный колхоз с фасадами, люди сверлят дырки, где только придется, и это на самом деле выглядит очень удручающе. Вот эти клапана на окнах поставлены самые простые, самые дешевые. Подключиться к общедомовой системе вентиляции невозможно. К сожалению, ее можно решить только высоким уровнем организации компании, которая занимается управлением дома. И, к сожалению, ЮИТ не занимается управлением дома, он занимается здесь получением денег. Вот это большая проблема. Проблема приведения фасадов в чувство, проблема приведения вентиляции в чувство, это крайне болезненная тема. Что с фасадами? Ну, мы смотрели, вот то, что покоцаны фасады, замена истекления. Люди вообще не запаривают, ставят там зеленое, фиолетовое, розовое истекление, и им это нравится. Они считают, что это комфортно. Ну, я могу без зрения совести сказать, что это архитектурная находка Шендеровича. А Шендеровича хает, но здесь ошибок Шендеровича не так много. Кроме, возможно, некоторых неудачных технологических решений, ну, пространственных решений, там, у него не так много ошибок. Дом еще интересен тем, что он похож на советские типовые серии. Вот эти два дома Строганова, вот этот и тот, секции 2.2 и 2.3. Шендеровича не советская отделка, а планирующие решения вы имеете в виду, да? Да, да. У нас есть эксплуатируемая кровля, это вообще как бы... Которая пока мы не смогли выйти сегодня. По ней есть вообще большие вопросы. Специфика людей, что они не привыкли жить в хороших домах, они не привыкли жить с уважением для соседей. Я считаю, что охрана это вообще неуместная история с точки зрения организации труда. У нас ЮИТ вешает незаконную рекламу. Во-первых, а, мы не выбрали место, где такую рекламу можно повесить. Во-вторых, б, ЮИТ не зарегистрировал ее в... недалеко ходить в администрации района. А тем не менее, вешают, впаривают нам эту рекламу через приложение, еще через что-то. Ну, через приложение имеет право, но в подъезде не имеет право. Мы являемся полными содержателями бремени содержания дома. Мы платим деньги. ЮИТ здесь не платит, ЮИТ здесь только получает. Застройщик здесь тоже только получил. ЮИТ, застройщик здесь, ну, только за те квартиры, которые он платит. Ну, просто так смотреть рекламу, еще платить за это деньги, я считаю абсурдным. ЮИТ до сих пор не решил вопрос мусорных баков. У нас до сих пор мусорные баки выбрасываются, вот, вон, большая мусорка, где и строительный мусор, и обычный мусор выбрасывается. А, то есть, вот это, получается, вот эта синяя лодочка, это, соответственно, для всего, и пищевые отходы. Да, без сортировки, все. Да, мы с вами обошли всю территорию. У нас вот, кроме вот этих трех... Не-не, подожди, когда они сдают дом, соответственно, должны быть места под контейнерную площадку. Она должна быть. Где контейнерная площадка у вас? И у каждого дома она должна быть своя, то есть, она не может быть... По проектной декларации есть. Ну, где она? Нету. А, она знаете где? Она за паркингом, но до туда просто даже не доехать. За паркингом и... Ну, что, закрыто. И за газовой трубой. Поэтому ЮИТ, к сожалению, себя раскрыл с крайне неудачной стороны. Единственное, что ЮИТ научился делать, это быть стрелочником на застройщика. Ну, вот мы видели с вами ворота. Ворота... Застройщика виновата, да? Ну, я не знаю, кстати. Это, кстати, не застройщик. Удивительно, не застройщик. Потому что с калиткой... Калитку сколько они чинили? Калитку они чинили там около двух месяцев. Единственная претензия, что он не хочет работать над ошибками. Мне кажется, он еще дешевле будет делать. Он выгнал Шендеровича. Шендерович ушел с проекта. Это важный момент. Окна херовые. Кто поставил? Командировал их застройщик. Шендерович свою часть бизнес-класса отработал. Застройщик хотел не бизнес-класс здесь построить, а эконом. А пригласил до этого Шендеровича, который построил элитку. У нас изумительный фасад на железную дорогу. У нас приятный фасад, ну, тоже очень интересный фасад с многообразием форм. У нас есть как балконы, как лоджии, так алюминиевое остекление, да, выступающие части. Это все как бы на капитана Воронина. Малоэтажная застройка, не знаю, мне кажется, она вот в духе питерском. Вот в духе питерского центра, где небольшие дома, где небольшой этажности, где вот какая-то есть камерность. Ну, это сделано. То есть, я не знаю, я считаю, что Шендерович отработал на 10 из 10 по данному ЖК. Застройщик как бы экономически просчитался еще как-то, но это не повод отказываться от своих обязательств. Он прямой отказывается по многим позициям своих обязательств, да. То есть, как бы, ну, пару хотя бы перечислите позиции. Опять же, защита от протечек. Обещали? Вот, к сожалению, нет данного. Я скину потом, прикрепите к видео. Да, системы фильтрации нету. Места общего пользования, да. Вот этот экран шумозащитный по макету шел до самого конца, да. Проблема вот этой детской площадки, что на ней нельзя долгое время проводить. Шум железной дороги превышает 80 дБ. Поезд в доме не напрягает. На самом деле, если честно, вот, застройщик тоже не то, чтобы сильно много претензий, да. То есть, потому что застройщик в целом продавал ниже рынка в целом. Особенно поначалу. То есть, поначалу они очень демпинговали, как бы, и это тоже специфика, ну, того, что мы получили. Я не знаю, давно покупали, говорю? В 19-е. В 19-е? Так, в 18-е. В 18-е, мне кажется, еще нормально было, там, где-то 130, да, 130-150. Мы просто не потеряли в деньгах, да, то есть, как бы, наш рубль, который вложен в квартире, просто не обесценился. Сейчас, вот, например, вторая очередь стоит столько же, сколько первая. Ну, ее два года строить. Тыква, это... Это была карьера, когда мы покупали жилый комплекс, а когда построили, получили тыкву. Ну, не знаю, по мне, ну, прикольная. Не знаю, вот, опять же, посмотреть на, да, это чистый функционализм, вот. Ну, фасад красивый, очень мне нравится. Да, фасад красивый, кстати, здесь вот тоже есть еще специфика застройщика, которую он допустил. Здесь должно было быть панорамное остекление, вот, между вот этими блоками, да, я предполагаю, что какой-то либо такой же, либо около того. Застройщик сэкономил, опять же, вот на вот этих перемычках между... Да, все, я понял, то есть, вот здесь получается, ну, вот таким, буковкой Г, да, то есть ты прямо смотришь и вбок, а здесь стенка из кирпича. Здесь должно было быть другое решение, да, то есть. Это плохая история, тоже, опять же, копилку гадостям при застройке. Ну, смотрите, в песочнице есть песок. Просто я очень часто вижу песочницы без песка. Это ведро, это обычное ведро. На самом деле, да, здесь какие-то должны быть отверстия, чтобы, даже когда дождь идет, чтобы не наполнялось. Кстати, очень здорово, не знаю, что вот здесь вот очень много французских балконов, то есть это тоже огромный плюс, вот, в принципе, как бы, вот, в квартирах, особенно последних этажах, да, французские балконы с лоджиями вообще суперски смотрятся. Благодарю за экскурсию по дому и за те особенности, которые вы указали. Я полагаю, что это отразится на мнении будущих покупателей. Они будут подходить к этому вопросу более взвешенно и осознанно, да, и не верить всему тому, что им могут рассказать или, там, показать. Да, вам спасибо. Посмотрев ролик, вы, как и я, поняли, что у жильцов основная претензия к управляющей компании. Когда управляющая компания взялась обслуживать этот дом, то жильцы ожидали большего от финской компании, но получили нашу действительность, о которой поведали и нам. Каждый из нас, и я уверен, хочет жить комфортно. Но при выборе жилья не обращает внимания на мелочи, из которых в дальнейшем и складывается общее восприятие своего жилья. Не всегда застройщик и ваш помощник приобретения жилья рассказывает и показывает все нюансы с недвижимостью, так как это ему невыгодно. Не повторяйте ошибки других, выбирайте правильно и грамотно, а я вам в этом помогу. Оставьте заявку на andreartemov.ru Друзья, рад был вас всех видеть. Оставьте свой комментарий к этому ролику и поделитесь им. Поставьте лайк, не ставьте дизлайк. Ну а я с вами, как обычно, не прощаюсь, а говорю до скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok